Какие дела, народ? Я Роман Херудинов, вы на моем канале, и сегодня у нас будет Daily Vlog. Погнали! Сегодняшний Daily Vlog будет о запчастях. Мы сейчас пойдем в Даздека, я пойду в Даздека, заберу запчасти и покажу вам запчасти, что мне пришло вообще, и почему выбор пал именно на эти железки и немножко поговорим о железках. Но перед этим я хочу вообще рассказать про свой YouTube-канал. Давно его не вел, у меня в начале года случились там трудности, так скажем, семейные. Я остался без аппаратуры для YouTube, так что теперь я попытаюсь снимать на телефон, и в ближайшее время я бы купил камеру, как раз думал сейчас ее взять. Но так случилось, что я попал на операцию, у меня неделю не могли врачи найти ампиндицит, а через неделю нашли ампиндикулярный инфильтрат, это осложнение. Я сейчас уже 3 недели болею, очень много потратил на это денег, еще пока я лежал в палате в одну из ночей, меня так морозило, я стучал зубами, вот так, и сломал старый зуб, который мне лечили еще в спортивных клиниках, а он под сборной. Там просто делали кучу пломб на пломбы и говорили, что он может треснуть однажды, и что нужна коронка. Ну вот, в общем, треснул, и пломба здесь вылетела. Если поставить коронку, это 1020, если поставить имплант, это 1040, ну плюс мне еще надо удалить зубы коренные, это еще 1015. Короче, мы там насчитали 47, 67 тысяч тиранозубы, а вот этот инфильтрат, ну как бы, делали мне операцию бесплатную, но всякие УЗИ, лекарства, я тоже не представляю, сколько вышло. Поэтому, это я говорю, оправдываясь, почему у меня нет камеры, и почему я снимаю на телефон. Но, тем не менее, я все-таки попытаюсь поснимать на телефон и очень быстро размучу камеру, а это просто маленький, быстренький daily vlog, чтобы, так сказать, включиться в работу, вспомнить самому, как говорить на камеру, и чтобы вы тоже вспомнили, что есть канал на ютубе. Вот такие дела. Ой, целые две минуты поговорим, по часам видео. Все, погнали, до сдека. Что, сейчас пойдем до сдека, а заодно вам покажу прелесть житья в этом муравейнике, в котором я живу. Сейчас все поймете, под музычку. Короче, вот, плюс, потому что я могу на лифт сюда попасть и не морозить задничку, но сдай, к сожалению, через дорогу, точнее, через улицу, поэтому придется выйти на улицу все-таки. Короче, вот, мы вышли во двор, я снимаю здесь квартиру, именно потому что у меня есть очень уютный райончик, но квартиру, правда, маленькую снимаю. Аздык вон там, можешь покрывать и узнать. Вот у меня посылочка. Я для перебивки ее показал этой стороной, на самом деле я уже чуть-чуть разрезал. Сейчас буду ее открывать. Там не так много запчастей. Так, чисто всякая мелочевка. Убновиться. Не знаю, когда я начну кататься снова. Блядь, нифига себе. На жестоком стиле. Короче, пеги. Цепь. Это что такое? Это грипсы. Это еще пеги. Ну, потому что это одна пега, просто со сменным пластиком. Парафин район. Вот это стайлок. Что еще? Еще грипсы и подшипники в рулевую. Педали черные. И педали черно-белые. Собственно, это вроде бы все. Не знаю, может быть, там кашельник закинули еще. Походу нет. А сейчас я буду объяснять, почему я выбрал именно эти запчасти. И вообще, как выбирать какие-то такие железки, типа грипсы, педали и так далее. Погнали? Так, ну что, начнем мы с обновочек. Я, на самом деле, забыл показать, что я поменял руль. Вот это мой старый руль. Это демолюшн про модель Пиразы. В принципе, он целый. Я его сейчас оставлю про запас. Давно хотел поменять свой руль на другой вот. На руль с меньшим бэкслипом. Здесь он 10 градусов, но там был 12. Это Volume про модель Брока Рейфода. Не хотел его менять. Пока катался, потому что долго прикатывался. Думал, может, после какого-то перерыва поменять. И вот как раз перерыв случился. И сейчас попытаюсь показаться вот на таком руле. А, также 9.25. Я уже поставил на него новенькие грипсы. Одиссей. Ой, не Одиссей. Один. Я не помню их названия. Такие вот пупырчатые. Прикольные. Я вообще-то катаюсь на коротеньких грипсах, потому что держусь обычно вот так вот с пальцем чуть спадающим с рулем. Не знаю, насколько вам это интересно. Ну, вот, в общем, рулец мне пришел новый. Еще очень давно, пару месяцев назад, но я просто лежал. Также мы прилетели грипсы. Еще одни, потому что грипсы имеют свойство стираться. Это Vans X-Culte с рельефом, или с рисунком в виде подошвы Vans. Там у меня, кстати, внутри, мне еще закинули два прома. Шурулевые, я не меняю. Мне уже смысл менять шурулевую, когда можно понять просто подшипники. Ну, с подшипниками все понятно. С грипсами, как я выбираю грипсы, смотрите. Я люблю грипсы Odie, либо производство Odie. Ну, самые лучшие грипсы. В этот раз Odie Log Nack'ов не было, поэтому я взял культы. Они делаются там же, где Odie, насколько я помню. Ну, и дальше, если нет, то я попробую. Они мягенькие достаточно, я знаю, что они быстро стираются. Ну, попробую, в общем. Как выбирать грипсы? На мой взгляд, грипсы, педали. Еще некоторые запчасти, это такая сугубо идеальная история. То есть, нету каких-то грипс, которые прям топовые для всех. Я стараюсь брать грипсы средней жесткости, либо прям мягкие. Мягкие и редко, на самом деле. Почему? Потому что жесткие грипсы, они круто сидят на руле, и когда делаешь барспин, они так не под... Как это сказать? Они же заворачиваются, когда делаешь барспин. Это прикольно. Но при этом стираются руки. В принципе, если вам жалко руки, и вы не катались в перчатках, как я. Я говорю, а те, кто не катались в перчатках. То лучше брать грипсы средней жесткости или мягкие. Да, вы будете их чаще менять, но ваши руки будут целее. Это как бы большой плюс, мне кажется. Потому что руки у вас одни, здоровье одно, а грипсы можно и много купить. Далее идут педали. Мне прилетели в этот раз Demolution. Я на них уже давно катаюсь. Одни из моих любимых педалей. Прилетели в таком классическом черном цвете и в черно-белом прикольном цвете. Педали я меняю часто. И сейчас стал брать, так сказать, не знаю, есть ли слово высокопрофильные? Низкопрофильные точно есть. Потому что стал делать часто педалы, и они пошире, и поэтому стираются. Низкопрофильные педали брать или обычные, решать, опять же, вам, на каких вам удобнее катался на тех и на других. Есть свои плюсы в этом, есть свои минусы, но мне кажется, это сугубо индивидуальная история. Например, на низкопрофильных педалях у вас, получается, нога стоит чуть под штурном, и его приятнее зажимать. А на высокопрофильном, наоборот, обычный профиль, извиняюсь, вам легче, как бы, могут снять с педали, переместить на шатур, потому что педали, как бы, заканчиваются на уровне штуна, и вам легко перемещать ее. Кому как удобнее, не знаю, сугубо индивидуальной сферы. Поэтому педали, как и грипсы, стоит пробовать разные, разные покупать и искать именно свои. Далее идут у меня PEGI Stranger. Сейчас у меня PEGI Prima. По сути, это одна контора, одно производство. У меня стоит две PEGI, я взял себе еще две PEGI. Да, их не четыре, это PEGI с пластиком и сменный пластик. Две PEGI, чтобы у меня были дополнительные PEGI, ну, поставить их на другую сторону, кому-то, как бы, что-то объяснять. Еще мне прилетела вот такая вот интересная вещичка. Это парафин район. Я начал кататься с PEGI только в начале этого сезона. Я понял, что парафин покупной вот такой вот, и свечки, там, за 15 рублей из магнита, но это вообще разные вещи. Во-первых, свечка, она очень быстро улетает. Этот же парафин намного более твердый и намного более экономично расходуется. И накат у него в 100 раз лучше. То есть это абсолютно другой опыт. Использование PEGI, использование спотов. И, ну, я сначала, как мне кажется, многие из зрителей, не понимал, зачем переплачивать за парафин покупной, если можно купить свечку с 15 рублей. Теперь я понимаю, реально, как-нибудь один раз в жизни купите себе крутой парафин профессиональный, специально сделанный. Это вообще другая история, кайфанете. Ну, и последнее, это цепь 510 культ. Потому что я катаюсь на фрикостере, никакой большой нагрузки моя цепь не испытывает. Shadow Interlock мне стоит, мне нет смысла. Опять же, я катаюсь бегом только со своей стороны, то есть на цепи я не приземляюсь. Я абсолютно не понимаю людей, которые не делают тэпы, катаются на фрикостере и ставят себе Shadow Interlock'и, которые весят, ну, очень много. Вы должны понимать, что такая цепь скинет вам с байка, ну, грамм в сто, в сравнении, с Shadow Interlock'ом, при этом она еще и дешевле. И если вы не нагружаете цепь огромными какими-то тэпами большими и так далее, то смысла нет. Единственное, что я меняю цепи, ну, раз в год минимум, а бывает раз в полгода. Потому что порвать цепь – это такое себе, не самое приятное приключение. Если вы видели когда-то видосы, как рвутся цепи, это всегда очень болезненно, всегда очень неожиданно, и лучше бы такого не давать. Поэтому я своевременно меняю цепи, чтобы всегда у меня было все хорошо. Ну, вот, собственно, такая вот небольшая посылочка мне пришла. Немножко рассказал, вспомнил, как говорить на камеру. В ближайшее время будут халтухи, как только я восстановлюсь после первой операции, я смогу, скорее всего, показаться пару месяцев, потом будет вторая операция. Но к началу сезона будут прям халтухи, круто сняты, на камеру с оператором. Очень хочу узнать Шарагу. Надеюсь, у меня получится, а вы будете меня пушить и не дадите мне забыть о своем обещании восстанавливать YouTube-канал и исправно его вести. Поэтому с вас напоминания мне пишите в Instagram, пишите в YouTube, в TikTok, короче, куда угодно пишите, где влоги, роман, где халтухи, что за фигня. Пожалуйста, потому что YouTube такая история, которая не принес мне денег, отнимает кучу времени и, по сути, мне абсолютно не нужна, но мне просто хочется делиться с вами знаниями. Поэтому вот такой вот вам респект всем за просмотр. Спасибо, что были со мной и до новых встреч.